Многоважаемый Алексей Михайлович, Многоважаемый Андрей Петрович, Многоважаемые коллеги, Я должен сказать, что Мне очень радостно, Что мы с вами не прекращаем Общение, Что вы, как всегда, Блестяще свой, начинаете Свой форум. Он за многие годы отрекомендовал Себя как ведущая Онкологическое мероприятие, Которое поддерживается всеми ассоциациями. И, конечно, большой труд, Особенно в условиях настоящего времени. Спасибо за ту дружбу И сотрудничество, Которое позволяет развивать нам Вообще онкологическую службу Российской Федерации. Мы сначала думали, что Международный опыт просто как в прошлом году, Но решили В связи с тем, что появились новые вызовы, Немножко свой доклад Международные вызовы, форумы, Но COVID-19. Поэтому, да, кстати, Андрей Петрович, Спасибо большое, что не стали называть Все мои Вот эти звания, Потому что это здорово, Так надоело уже, Что вот просто лучше так. Вот. Я По статистике, конечно, Мы сейчас пройдемся, Что мы с вами Так случилось, Что мы попали с вами В неожиданную историю, Которая С одной стороны, вроде как будто неожиданная, Но с другой стороны, Все уже проходили наши предки, И, кстати, Мы нашли листовку Тридцать седьмого года По обработке И двадцать четвертого года По обработке обуви У наших солдат, Которые были Заходили в казарму И выходили, И, кстати, Мы Ни в одном Методической рекомендации Не нашли. Это важная история, Тем более, что военные Говорили о том, Что вирус тяжелый, Падает, И Вы вспомните, Вот, Как такие картинки, Которые мы нашли, Это вот оттуда, Из этой испанки, Что Что вроде как будто бы было. А в это время, В одиннадцатом и четырнадцатом году Уже прошли первые съезды Онкологов, В том числе, В которых участвовал Николай Николаевич Петров И Теотер Альсаныч Герц И статистика была Очень такая Сложная в тот период, Но Мы, К сожалению, Не имеем материалов, Как тогда повела Себя онкологическая служба В создавшихся условиях. Никто это В статистике, собственно, Не вел. И вот мы призываем к тому, Чтобы в нашем регистре Мы с вами открыли графу Все-таки онкологические заболевания И ковид. И чтобы мы с вами В отличие, кстати, От международного опыта, Который пока еще находится В растерянности, Что мы с вами делали Биобанк тканей У кого у нас есть У пациентов Отдельно откладывая Образцы, Которые Мы смогли бы Потом анализировать И наши потомки Тот лечебный Патоморфоз Или не лечебный Патоморфоз В связи с тем, Что мы будем Вынуждены Отложить Программы лечения Или индивидуализировать Программы лечения У больных, Которые находятся Под воздействием Коронавируса. Что касается Сегодня в разных странах Статистики по ковид. Международные организации, Такие как ВОЗ и МАИР Не ведут учет Онкопациентов с ковид В целом, Так как эти данные Можно получить Только на Страновом уровне. Если брать данные Открытых источников, Разные страны Публикуют только Данные о числе Подтвержденных Случаев ковид Без детализации По сопутствующим Заболеваниям. Поэтому я еще раз Вернусь к своей просьбе И прошу при вашем опыте Ведение регистров Многоуважаемые коллеги, Особенно вашего Многоуважаемого коллектива Многоуважаемый Алексей Михайлович Включиться в сбор данных Отдельно Интеграции Федерального регистра Лиц больных Ковид-19 Канцер-регистр Нашего Пока что так. Может быть Будет лучший учет, Но сейчас Как раз Мы могли бы Показать Очень интересные данные. Немного цифр Статистики. Здесь мы Иллюстрируем Показатель динамики Заболеваемости. Смотря на то, Что он не обозначен Как целевой, Мы считаем его Крайне важным. В целом По России Прирост значения Заболеваемости На 100 тысяч населения За последние 5 лет Составил Почти 12%. Отмечу, Что разозаболеваемость Свидетельствует Как мы знаем Не только Окажется О повышении Количества Заболевших Но в первую очередь О качестве Онкологической помощи. В то же время Анализируя данные Наших Зарабежных Коллег Мы Несколько Встревожен Вот в чем Дело в том, Что, Например, В Дании В Великобритании Извините, Что не наизусть Но более 600 пациентов Входит 600 пациентов На 100 тысяч Населения А не указы Заболеваемость Значит, Мы с вами Около 150 пациентов На 100 тысяч Населения У нас гуляет А хочу Обратить Ваше внимание На данные По Северо-Кавказскому Федеральному Угу Где, К сожалению, Гуляет Неодиагностированы Более 400 человек И это Вызывает Справедливую С моей точки Зрения Опасение Неправильной Статистики Но это Той вертикализации Которую Начал Евгений Михайлович Мы не видим Пока что Сфер воздействия Особенно На такие Сложные Регионы По итогам Первого года Реализации Федерального Проекта Можно сделать Следующие Выводы Мы видим Небольшой Рост Смертности Около 1% К 2018 Году По Российской Федерации На 1,3% Привозка В федеральном Округе При этом Центральном И Северно-Кавказском Федеральном Округах Идет снижение Среднего Показательства Смертности На 1,4% И 4,4% Соответственно Что тоже Весьма Странно Особенно По отношению К Северно-Кавказском Снижение Идет не так Конечно Как бы Запланировано Но в целом Есть положительная Тенденция Но должен Сказать Что мы Конечно Улучшили Систему Учета И статистики Которые Стали более Точными Но Очень много Погрешностей В плане Статистики Мы чем больше Занимаемся Тем Вопросом Тем Дальше И еще раз Хочу подчеркнуть И мы этот разговор Тоже ведем Министерство Здравоохранения Дело в том Что Как не финансировался Канцеррегистр Пока что Он Не финансируется И Мы конечно Много Ждем От Вемиса Который Декларирован Но Пока что Мы не видим Чтобы И Вемис Наполнялся Объективными Цифрами Если у нас Не будет Если у нас Не будет С вами Четко Контроля Вертикального Контроля И отчетности Пока что Ну и финансирование Конечно сотрудники Потому что Пока что Это головы Цифры без Аналитики Но по этим Цифрам Очень много Можно анализировать И у нас же Есть сейчас Субподрядчики Которые Готовы Из этих цифр Проводить Совершенно Удивительные Прогностические Работы Доля Злокачественных Наобразований На ранних Стадиях Сейчас Минуточку На ранних Стадиях Один из Важнейших Целевых Индикаторов Федерального Проекта Хочу Заострить Ваше Внимание Показатели Доли ЗНО Выявленных На ранних Стадиях Почему он Так важен Сегодня Проведенный Комплекс Мероприятий По внедрению Программ Скриннинга И проведению Диспансеризации Населения В 2019 Году Позволил Вам Нам не только В целом Достичь Целевого Значения Федерального Проекта Но и Повлиять Таким образом На снижение Смертности Одного Образования В будущих Периодов Ведь ранее Выявление Один из Главных Залогов Успешности Будущего Лечения Рака Конечно Не во всех Локализациях Какой же Вопрос Сейчас И в мире Какой Вопрос Будет ли Спад Показателей Выявляемости Злокачественного Образования В связи с Введением Режима Самоизоляции Ограничением Передвижения Конечно Будут И поэтому Тут Вот мы Конечно Тоже ждем Некоторых Рисков Что По целям И показателям Федерального Проекта Борьба с Онкологическими Заболеваниями За январь Март 2020 года Мы здесь Видим Выполнение Всех Плановых Показателей Федерального Проекта Борьба с Онкологическими Заболеваниями На 01 Мая 2020 Года Что касается Основного Показателя Смертности От новообразования Эту динамику Хуже Чем в целом Ну понятно Что Я ориентируюсь На те регионы Которые мне доверены Вести Я всегда Стараюсь Это делать На примере Этих регионов Которые мы Анализируем В ЦФО Конечно Хуже Динамика Однако Надо учитывать Что к значению Итога 2019 Года Ситуация Улучшилась А вот Важно Представлять Заметить Что на данный Момент Оперативные Данные Показывают Ухудшение Ситуации С выявлением Зно на ранней Стадии Во всех Курируемых Нами Регионах И это Может быть Только К сожалению Начало Процесса По динамике Целевых Показателей В первом Кавартале 2019 Года Мы имеем Снижение Смертности От злокачественного Образования На 3,9% До значения 198,9% На 100 Точных Населений Пока Что Мы Не Вписываемся В плановое Значение Тем не менее Положительная Динамика Налицо Однако Как вы Можете Заметить По доле Выявленных Злокачественными Образованиями Ситуация К прошлому Году Стала Хуже И Исправление Данного Положения Нам были Разработаны Специальные Сборники Материалы Как Мера Дистанционного Влияния На Выявление Ранее Выявление Онкологических Заболеваний Ну конечно В полной Мере Заменить Свернутые Ввиду Сложностей Педагогической Ситуации Да и Неначатые Собственно Скрининговые Программы Диспансеризацию Которые Уже Показали Свою Эффективность В 2019 Году Невозможно Это Не заменяем На данном Слайде Мы Попытались Представить Группы Риска Посмертности От новой Коронавирусной Инфекции У пациентов С сопутствующими Заболеваниями И как Вы видите Онкологические Пациенты Входят в пятерку Данные Полученные От коллег Из Китая И представлены На SayLight Our World Data.org Я что опасаюсь Здесь дорогие Коллеги Опираясь На международный Упл Мы как Этих больных Будем с вами Если мы Не будем правильно Вести регистр И наш анализ Фиксировать Это все-таки Больные Будут умершие От коронавируса Или от рака Потому что Если они умрут От рака То сдвинутся Наши с вами Показатели И одногодичные Летальности И выживаемости Пятилетней Наши специфических Показателей Поэтому Я прошу Тоже Продумать И в рамках Наших Работы В том числе Ассоциации Активно Дать Дать Свои Предложения Восприимчивость Онкологических Пациентов COVID-19 У пациентов Со злокачественными Опухолями Отмечается Повышенный Риск В результате Иммуносупрессии Заражение Может возникнуть Обусловленную Опухолью С проводимой Противоопухолевой Терапией У онкологических Пациентов Наиболее вероятно Развитие Тяжелых Усложнений И быстрое Ухудшение Состояния Кстати Мы сейчас Вы знаете Что один Центр Перепрофилировали Активно Занимаемся Онкологическими Пациентами С COVID-инфекциями Очень интересные У нас есть данные Они конечно Еще не Большие Но я должен Вам сказать Что мы Увидели Что больные Которые находятся По лечению Гемобластозов Лучше Переносят Ситокиновые Атаку ЭСМА Опубликовала Вот эти Вот данные Воспривидчивость COVID-19 Пациентам Получающих Иммуносупрусивную Терапию Находятся В группе Высокого риска Я кстати Приглашаю На те священия Которые Я провожу С главными Онкологами Италии Испании Нидерландов А у нас Уже было Несколько Таких С ними Связей По отношению К их опыту Развивающейся Ситуации С ковидом Чему они Завидуют Многоуважаемые Коллеги Они завидуют Потому что мы Сохранили с вами Онкологическую Скорость Дело в том Что все наши Диспансеры Являются Ну и конечно МИЦы Являются Островками Так называемыми На которых Мы можем С помощью Патологического Контроля Не допустить Проникновение Ковид Инфекции И в то же время Отслеживать Ситуацию С лечением Пациентов Находящихся Под двойным Воздействием Ковид Инфекции И онкологические Заболевания Тогда Как во всех Странах Практически Помните Нам предлагали Чтобы мы Раздали нашу Службу По многопрофильным Стационарам Вот многие Профильные Многопрофильные Стационары Со слов Онкологов Этих стран Закрылись И их Пациенты Остались Без помощи И вот поэтому Вот на ЭСМА Я хочу Обратить Ваше внимание Нам нужно Создавать Свои Рекомендации Их рекомендации Приспособлены Под то Что Не делать Терапию Потому что И возможностей У них Эту терапию Делать Нет В то же Время Для отслеживания Пациентов С хроническими Заболеваниями Среди пациентов С коронавирусом В федеральный Регистр COVID-19 Внесены Поля Сопутствующие Заболевания К сожалению Они необязательны Для заполнения Но Мы просим Чтобы они Пользуясь Такой Высокой Трибуны Которую Предоставил Алексей Михайлович На своем Форуме Чтобы они Для нас С вами Были Обязательны Потому что Мы иначе Не сможем Сделать Анализ Вот Обратите Внимание Что На слайде Показана Доля Пациентов С онкологическими Заболеваниями Среди Заболевших У мужчин И Извините Заболевших Умерших С COVID-19 А также Летальность Онкологических Пациентов С COVID-19 Инфекция По Приволжскому Федеральному Округу Как видно Имеется Значительный Разброс Данных В различных Регионах Что В том числе Может быть Связано С малым Абсолютными Числами Которые Использовались Для анализа По данным Регистра Наименьшее Число Онкологических Пациентов Заболело В Республике Мордовия При этом Именно В Республике Мордовия Наиболее Высокая Летальность Среди Онкологических Пациентов Из 18 Заболевших Умерло 8 Наибольшее Число Заболевших В Пензенской Области Среди Заболевших COVID-19 Пациентов Тому Времени Злокачественные Образованием По данным Регистра При этом Умерло Всего 9 Пациентов С кодом С или Д В анамнезе Летальность Составляет 1,7 Один из Самых Низких Показателей Видите Какая Чехарда Происходит В связи С нашими Недооценкой Этих Данных Которые Мы с вами Можем Новые взгляды Для системы Здравоохранения И онкотслужбы Международным Помните Я говорил Что они Сохранили Службы Именно Поэтому Основным Вопросом Врачей За рубежом Не придется Ли проводить В условиях Пандемии Для каждого Пациента Индивидуальных Консилиумов По выбору Лечения Не явится Ли это Отклонением От наших С вами Клинических Рекомендаций И международных Гайдлайн Поэтому Так как у нас С вами Это Живой организм Я все-таки Вот с учетом Работы Сейчас Нашего Опыта С ковид Инфекциями Хочу Предложить Сделать Дополнение К нашим Клиническим Рекомендациям Позволяющих Улучшить Углубить Работу По Индивидуализации У некоторых Больных Которые Вот Отвечая На эти Вопросы Которые Решительные Не Причисляйте За краткость Времени А В наших Рекомендациях Клинических Рекомендациях Новые Вызовы Онкологической Службы России Международным Опытом Необходимость Организации Учет Кэш Онкологических Пациентов Это Супер Важно Чтобы Мы с вами Я на это Все время Делаю Акцент При этом Сборы Данных О группах Повышенного Риска Среди Онкологических Пациентов В зависимости От диагноза И особенности Течения Болезни Так как Отсроченные Последствия Ковид-19 В том числе На течение Онкологических Процессов Изучено Совсем Недостаточно Крайне Важно Собрать Информацию О заболевших Среди Онкологических Пациентов С этой целью Программу Канцер Регистра 6ФБ Внести Все-таки Дополнительный Раздел Ковид-19 Дмитрий Средиологии Сделала Обращение Заместителя Министра Здравоохранения Российской Федерации Оно должно Поступить И мы Просим вас На это Правильно Отреагировать Вот на этом Слайде Сложности Интерпретации В зависимости От международного Оборота Все-таки У нас конечно Совершенно Другая Географическая Особенность Организации 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 Службы У нас по-разному И ковид Шагает По регионам И по-разному Мы видим С вами вспышки И волны Регистрации Регистрации Профессиональных Профессиональных Организаций По поводу Организации Организации Оказывается Несколько Обратить Организации Мы разрабатываем Свои рекоменда Регистрации План лечения Риски Ведь непосредственный Вред Он понятен И тут не надо Обсуждать И смертность Которая для нас С вами Тоже непонятна Теперь мы с вами Понимаем Что ограниченность Ресурсов На острое состояние Могут возникнуть И мы не можем Пациент с вами Не передать Даже с острым Состоянием В другую клинику В которую Обязаны Передать Например Сердечно-сосудистым Заболеваниям В перепрофилированную Клинику Эффект прекращения Лечения Хронических Заболеваний Вот тут тоже Трудно Потому что Мы не знаем Когда этого больного Потом мы можем Принять И никаких сроков Начать Достаточно агрессивное Наше с вами Лечение Четвертая волна Мы ее забыли С вами А она большая И мы видим Эти больные Психические Ментальные расстройства Которые вызывают У пациента Прерывание курса Эмоциональное Выгорание Пациента Защитительности Лечения Вот представьте Он идет Уже приготовился На длительный курс По химиотерапии Вдруг мы Прерываем Волной Мы не знаем С какого курса Начать И он не знает Сколько ему Еще придется Выносить Как ситуация Отразится на кадрах Какие решения Могут быть Предложены К сожалению Тоже Передвижение Кадров В том числе Зарубежные Зарубежные Могут быть Преоснащены И все И больше И больше Нам приходится Рассчитывать На себя Я вот Не буду Комментировать Все Слайды Все эти Меры Которые Мы предлагаем Они все равно Конечно Не могут К сожалению Заменить Личное Посещение Клиники Личное Перемещение Для обмена Опыта За рубежом Цифровое Будущее Все больше И больше Берет На себя Необходимость Такую Что Внедрять И Хорошо Что мы К этому Готовы Более Менее Спасибо За внимание Извините Если Перебрал По времени Очень Много Хотелось Рассказать Спасибо Огромное